Всем большой привет! Некоторые зрители моего канала узнают эту дорогу. Да, сюда мы идем с Фениксом гулять, но я сейчас без него. Он пока сидит дома, меняет старые перья на новые. Я решила вам показать немножко, собственно, куда мы ходим гулять. Что это за такой Сан-Адриа? Сан-Адриа это отдельный город от Барселоны, но некоторые говорят пригород. Но он не имеет отношения к Барселоне, он уже является отдельным городом. Я уже об этом говорила, но просто я еще раз в этом видео уточню. Здесь протекает река Бесос. Кстати, меня сейчас так засвечивает, я даже не вижу конкретно, что снимаю. Направляю в нужном только направлении. Река Бесос, как я уже рассказывала, впадает в Средиземное море, которое вон там. Здесь вот эти предприятия, тоже я про них упоминала. Не далее, как буквально в позапрошлой экскурсии и раньше тоже. Всякие водонапорные станции, очистная там, газовая. В общем, такие предприятия, обслуживающие город Барселону, но находящиеся территориально уже в Сан-Адриа. Я сюда пришла пешком, можно было на трамвае, но пешком-то оно лучше, потому что мы живем фактически на окраине города Барселона, и дойти пешком не составляет труда. Вот эти трубы, это уже закрытый давно, не завод, а ТЭЦ барселонская. Вот так осталось, не знаю, что он, их архитектурный памятник или что. Может, как-то еще используется. Вот он этот парк, куда мы с птичьей ходим, но мы на той стороне моста. Я сейчас снимаю с этой стороны. Мы сейчас перейдем через реку с вами, и я посмотрю, сверюсь с навигатором, как дойти до площади Франциск-Массия. Кстати, площадей Франциск-Массия здесь, в этих вот рядом стоящих городах-спутниках, или пригородах, как их удобнее назвать, площадей этих не одна. Массия этот самый, он был одним из архитекторов, устроителей, так скажем, Барселоны. Вот заслужил, как говорится, свое имя, такое увековеченное в географических, в топографических названиях. В воскресенье, видите, тут спортсмены тренируются и так далее, дети играют, в общем. Вот, там с той стороны наши знакомые собаки ходят, но мы сейчас перешли с вами через реку. Так, сверяемся с навигатором, ищем эту площадь, и я скажу, зачем она нам нужна. Вот оттуда я пришла, вот там, где сейчас вы видите скопление людей. Это и есть площадь Франциск-Массия. Здесь площади, в основном, сколько я видела, довольно маленькие, даже не побоюсь этого слова. И стиснутые со всех сторон зданиями. Ну, в данном случае вот такая вот площадь, там такой небольшой памятничек. Вот, посередине там что-то вроде фонтанчик. Вот, это и вся площадь. На этой площади расположено бомбоубежище. Оно относится ко временам гражданской войны, это 30-е годы. Как видите, ее кирпичные старые стены обнесены стеклом. Ну, очевидно, вот этот камень, он подвергается разрушению под воздействием внешней среды. И для того, чтобы сохранить его более-менее в том виде, в котором он был в свое время, вот создали вот такое укрытие для бомбоубежище. Вот он вход. Вот, сейчас оно закрыто. Вот, сейчас посмотрим, как тут расписание, вроде экскурсии, даже бесплатные. Но сейчас все закрыто. Я пришла как раз не вовремя. Рефухи, это на... Ведь анти-аэри. Это на каталанском. А рефухио, это на испанском. Так что, сейчас поглядим. О, тут видите. А вот, вход 5 евро есть. Ну, сейчас вообще закрыто. Так, ладно, сейчас почитаем информацию. Нет, там 5 евро вход. Это шоу какое-то будет здесь в ноябре. Поздно вечером начало. В общем, я это поняла в ночное время. Вот, а это, посмотрите, тут, значит, как можно сказать, выдержка из газет или из объявления того времени. И план данного бомбоубежища. Фото того времени, зенитное орудие. Так что, вот информация, видите, вот рефухи, рефуджий, наверное, на каталанском, анти-аэри. А вот на испанском рефухио, анти-аэрио, которая классами там массиве. Так, и старая карта, я так думаю. В общем, Санкт-Андреа. Итак, вот здесь написано то, что основные бомбардировки происходили в 1938 году. И вот в одной из таких бомбардировок района Бесос, именно вот района реки Бесос, на каталанском, на испанском информация, было сброшено бомбой весом каждой по 20 килограмм. Но в то время было обычно, они весили до 100, ну, и тут даже до 250. И в результате погибло 39 человек, 36 зданий было разрушено, и более 98 существенные получили повреждения. Я не нашла часы работы данного повреждения, но я думаю, вы картину общую получили. Здесь по рассказам, так скажем, тогдашних очевидцев, жила собака, которая предупреждала своим лаем местное население, даже задолго до включения официальной сирены, о том, что предстоит налет авиации, и жители прятались в бомбоубежище, успевали. И даже отпечаток лапы этой собаки где-то вот здесь, наверное, внутри бомбоубежище сохранился. Вот, я сейчас попытаюсь найти здесь еще что-нибудь интересное вам показать. Вот, в общем и целом, вы представление о Сан-Адриа, я думаю, получили. Это вот такая, видите, аллея. Вообще, вот это у них проспект, ведущий на пляж. Вот там, о чем свидетельствует надпись, там, один из указателей. И, ну, идти тут достаточно долго. Ну, я думаю, нормальная прогуляция для тех, кто прогуливаться не любит. Там, в принципе, ну, там особо ни на чем не подъедешь. Больше ждать будет, что-то транспорт. Так что пешочком прогуляться на пляж, это нормально, я думаю. Ну, вот такой сохранился вот этот бункер, ведущий вниз. Идем дальше. Ну, собака молодец, конечно. Так, вот это здание, то, что мы видим, это церковь. Она выглядит не совсем обычно для католической церкви. Называется она, это приход святого Иоанна Крестителя. Иногда это баптиста, это на каталанском, а баптиста на испанском. Написано не в путеводителе, а в гугле, что баптистская церковь. Может быть, я точно не знаю. А может быть просто, что, как говорится, совпадение потому, что Иоанн Креститель. Ну, по виду просто католическая церковь. Нет, это обычная католическая церковь, просто снаружи здание не совсем обычное. В общем, церковь Иоанна Крестителя. Санто-де-Ало. Пожалуйста. Так, я сейчас иду, согласно указаниям навигаторам, к еще одной церкви. Посмотрю, что тут. Может быть, она как интересно выглядит. Здесь продают каштаны и сладкий картофель. Буниата или батат, как они называют. Вот я заказала маленьких две штуки этих баниатов и одну маленькую каштана. Еда все-таки не наша, поэтому... Вот, сами смотрите. Петита это маленькая. И еда все-таки не наша, поэтому как-то, знаете, немножко это... Кукуруза, что ли? Ну, ладно. Посмотрим сейчас. Вот жду, когда пожарят мне мой заказ. Так, опять мне солнце засвечивает. Ничего не вижу. В общем, включился фонтан тут. Дети бегают. Сейчас, если мой племянник смотрит, он... Такие фонтаны любит. В Белгороде бегут. О, вот так вот. Они включаются и выключаются по мере, так скажем, своей чувствительности. Мне сказали же подождать 20 минут. Как раз пойду посмотрю эту церковь и приду уже, я думаю, мой заказ будет готов. Заказала и кукурузу, и каштаны, и этот сладкий картофель. Посмотрим сейчас, как оно. Так, вот мы с вами подошли к очередной здешней церкви. Ну, это более такой, имеет канонический вид. Католический. Сейчас посмотрим, как оно внутри. Ну, здания здесь обыкновенные дома. Как в любом. Ваше место назначения находится справа. Мы уже поняли, спасибо. Вот. Так, сейчас посмотрим. Церковь кого имени. Так, сейчас я потихоньку загляну. Там уже служба начинается. Вот, посмотрите, вкратце. Тут довольно красиво. Вот такая вот церковь внутри. Я не буду здесь, как говорится, людям мешать. Видите, у них иконостас. Я уже рассказывала, что иконы в католичестве тоже есть. Но, кроме этого, у них существуют трехмерные изображения. То есть, статуи, которые в православии не приняты. Как и статуи, так и иконы несут смысловую нагрузку. И в те времена, когда далеко не все были грамотные, они призваны были рассказывать, рассказывать прихожанам житие святых, Библию, все ее сюжеты, последовательными, как говорится, картинами. То есть, иконами или статуями. Пробуют микрофоны для начала службы. Давайте мы не будем, как говорится, людям мешать. А стоим. Так, церковь называется Сант-Андриан. Святой Андриан. Так, ладно, я возвращаюсь назад на ту площадь, где там для меня жарят мой заказ. И сейчас заберу его и вам продемонстрирую. Так, продемонстрирую вам свои покупки. Это вот каштан. Эту вот шкурку нужно будет сколопнуть. И серединка вполне себе вкусная. Это буньяк. Ебатат, сладкий картофель, он тоже вкусный. Вот, ну, как будто чего-то не хватает. Вот это вторая штучка. Беру пока. А вот это вот в газетке прямо, знаете, так вот. Ой, ой. Так, подожди, я это тоже отложу сейчас. Видите, как я буквально в походных условиях. В газетке. Так вот. Здесь вот там вот каштанчики, в общем. Короче говоря. Ну вот. Сейчас съем вот этот каштанчик. Остальное, наверное, домой понесу. Ну, неплохо, скажем так. Все горело. Это счищаешь. И такое вот печеное, как, знаете, как печеная картошка. Остается. И все, так скажем, неплохо. Так, ну, кое-что поела. Это понесу домой. Посмотрю, что Феникс скажет. У нас вообще-то русский петушок. На русской еде воспитанную испанскую тоже употребляет. Например, хамон иногда. Хотя это не птичья еда. И сыр. Иногда. Это тоже не птичья еда. А так у него пшеница, гречка. А кукурузу он не любит. Вот поэтому я говорю русский петушок. Вот испанские куры кукурузу едят. Он не любит кукурузу. Не рис тоже. Рис не любит. И как я уже, если зрители моего канала постоянные помнят об этом, но новые могут и не знать. Один из испанцев, когда мы гуляли, спросил, что он кушает. Почему он так блестит. Вот я и рассказала. Он говорит, я бы тоже так блестела, если бы так кушал. Вот по такой многолюдной достаточно улице я возвращаюсь обратно. Это самая улица, по которой я сюда шла. И дошла до вот той церкви в Сан-Адриан, что мы с вами видели. Кафешки вдоль улицы. Ну, здесь так принято. С некоторых пор это и в наших городах делают. В разных местах уличные кафе и прочее. Вот. Да, и я не сказала. Я кукурузу не купила, потому что не готова у нее была. У нее там что-то там этот аппарат. В общем, у нее форечек. Кафешки, который, как говорится, с зав кукурузой. Ну, ладно. Ничего страшного. Ну, вот такие здания. Впрочем, Сан-Адриан, он представляет из себя обычный такой испанский город. Довольно с такой стандартной архитектурой. Ну, конечно, каждый такой город имеет какую-то свою достопримечательность. Хотя бы одну. Ну, мы сейчас с вами церковь посмотрели. Бомбоубежище, кстати. Вот бомбоубежище здешнее считается достопримечательностью. Потому что имеет свою вот такую, видите, драматическую, даже в некотором роде и трагическую историю. Конечно, испанские города не подвергались таким жесточайшим бомбардировкам, как наши города во время Второй мировой войны. Или хотя бы, например, допустим, Дрезден или еще другие города Европы, которые буквально ковровыми бомбардировками были разрушены полностью в руины. Конечно же, испанские города тоже страдали от бомбардировок, от разрушений во время Второй мировой войны. В основном Второй мировой войны. В других войнах, конечно, захватчики тоже разрушали много чего. Но у них возможности, мягко говоря, были не те, которые были у солдат вражеской армии времен Второй мировой войны. Конечно, это не отменяет, как говорится, трагизма ситуации, что люди подверглись воздействию боевых каких-то действий. Вот такой каламбур получился. Но все-таки... Да, кстати, здесь в Сан-Адриан есть арка. Мы ее неоднократно проезжали. Она ничего такого из себя не представляет, если не знать, что эта подлинная арка – остаток двери монастыря святых кармелиток XIV века. Вот монастырь был разрушен. Ну, разрушен он был в разное время. И вот я точно вам сказать не могу. Возможно, окончательные разрушения на него, говорится, посыпались именно во времена Второй мировой войны. Возможно, но, опять-таки, точно я утверждать не могу. Если, например, кто-то более-менее интересуется историей, видеосъемки и фильмы, и фотосъемки. Видео тогда не было, но вот именно фильм. То, что осталось от, например, ансамблей форцовых Петергофа, что осталось от Зимнего дворца, когда закончилась Великая Отечественная война. И удивляет, как это все смогли восстановить и реконструировать то, что не подлежало восстановлению. В таком виде именно согласно оставленным чертежам и документам, чтобы это все выглядело так же, как выглядело, скажем, или при Петре Первом, или при Екатерине Второй, и при других правителях России. И в Испании, конечно, тоже, если какие-то исторические здания подверглись большим разрушениям, их, естественно, тоже и восстанавливали, и реконструировали, если это требовалось. Или консервировали румины в том состоянии, в котором они находятся. Вот консервация заключается в разных аспектах. Вот сейчас вы, например, видели, как в бомбоубежище заключено такой, как бы, так сказать, стеклянный, если так можно выразиться, саркофаг. Вот мы сейчас опять снова к нему подошли. Опять снова все вместе. Сейчас критики скажут, ой, как она изъясняется! Ну, я вот многоуважаемым критикам хочу сказать, у меня в голове держится столько исторических фактов, которые я могу в любой момент достать. Вот где я нахожусь. Я спонтанно сегодня вышла из дома, решила прогуляться в эту сторону. Я могу в любой момент достать эти знания и применить. Естественно, когда, допустим, я иду конкретно в какое-то место, я предварительно о нем что-то читаю и рассказываю то, что извлекла я оттуда. И применяю свои уже имеющиеся знания на данную тему. Ну, понятно. Вот мы снова на этой площади. Франциск Массия. Вот, пожалуйста, это вот бомбоубежище. Бомбоубежище и вот фонтан, в данный момент недействующий, с изваяниями. А площадь очень-очень небольшая. Ну, в общем говоря, прогулка наша с вами по Сан-Адриа закончилась. Я сейчас уже направляюсь к дому. Идти мне недалеко. И буду делиться с фениксом, каштанами и этим самым буниато. Не знаю, как он их оценит. Он любит сочные овощи и фрукты. А там как больше такое, знаете, рыхлая мякоть, можно так сказать. Ну, посмотрим. Посмотрите, сейчас происходит повторное цветение у некоторых растений. Оно происходит не только здесь, в Средиземноморье, и в умеренных широтах. Вот, тоже. Так что, видите, осенние... Это тоже осенние краски своего рода. Ну, вот этой дорогой, как вот из парка с птичиком ходим, так я иду домой. Сейчас предъявлю ему покупки. Подписчики про тебя спрашивают. Ну-ка, сейчас посмотрим, птичек будешь каштаны? Ну-ка. Ну-ка. Кушает каштан. Да это шкурки. Ку-ку. Нет? Будешь? Да, я положу. Так, может, будешь. А этот? Буниат. Ну-ка. Такую фиговинку будешь? Будет. В общем, кушай, Феникс. Беспокоятся подписчики, как тебя Феникс чувствует? Всем спасибо за внимание. Сладкий картофель, видите, нам понравился. Каштан под вопросом немножко. Может быть, тоже раскушает. Вот так поклюет. Давай клювик вытрем. У меня клювик как испачкался. Не, кушай. Так что все в порядке. Пока.